Свои студенческие годы Игорь Владимирович вспоминает с улыбкой. За его плечами два высших образования. Первое – военное, второе – юридическое. О временах, проведенных в институте, у Игоря Владимировича остались самые яркие воспоминания. Военное училище, высшее политическое училище МВД СССР, которое находилось в городе Ленинграде, я поступил в 1976 году и учился там 4 года. В связи с тем, что закончил училище с отличием, у меня было право выбора, куда поехать служить. Я попросился проходить воинскую службу в городе Сарове. После окончания службы Игорю Владимировичу предложили работу в Саровском филиале современной гуманитарной академии. По словам Игоря Старченко, связать свою жизнь с образованием он мечтал давно, поэтому не смог отказаться от такого предложения. Хотя работа там была, конечно, меньше связана с преподаванием, а больше была административной, вот я с очень большой теплотой вспоминаю вот эту работу. 27 января исполнится 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Это событие, по мнению Игоря Владимировича, должно еще раз напомнить подрастающему поколению о тех настоящих героях, на которых нужно равняться современной молодежи. Ветераны, они проводят эти мероприятия и вообще, что они стараются для нас, чтобы мы помнили историю, и чтобы будущее поколение не забывало этого, и это передавалось как бы из поколения в поколение. Следующая встреча с ветеранами общественной организации «Дети войны» состоится 21 февраля в 15.00 в Третьем лицее. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.